Всем привет! Сегодня мы поговорим об интересных событиях из 141 серии аниме Барута, а именно о кровавом замке Хозуки и об организации муджинов. Текстомонтаж, а не видео ТВ, за микрофоном Акио Хатори. Первое, о чём стоит поговорить, это замок Хозуки, известный также как Кровавая Тюрьма. Появление этого замка и персонажей, которые управляют им, означает, что восьмой фильм Наруто является каноничным, и все техники, которые нам показали в нём, являются нефиллерными, что означает, что они существуют и в аниме Барута, благодаря чему вселенная аниме невероятно расширится. Ведь если авторы Барута делают каноничные фильмы, есть надежда, что фильмы про Менму также окажутся втянуты в оригинальную историю, и в будущем вы сможете увидеть нового Наруто, только из другого мира, в котором его зовут Менма Узумаки. Такой поворот позволит показать историю Наруто под другим углом, ведь если кто не знает, Менма гений в своей вселенной, и он должен быть намного сильнее, чем Наруто в оригинальной вселенной. Также, помимо этого, будет интересно увидеть всех персонажей из различных филлеров и фильмов данного аниме. Однако, давайте отойдем от мечты, увидеть другую версию Наруто и вернемся к тюрьме Козуки. Я уверен, что многие из тех, кто сейчас смотрит Барута, не смотрели фильм Наруто Кровавая тюрьма. Если вкратце, то Наруто был схвачен по подозрению в убийстве Райкаги и направлен в данную тюрьму. Там он встретил лорда замка по имени Муисама, который сдерживал Наруто той же печатью, что мы увидели в 141 серии, и не позволял нашему герою сбежать. Однако, его это не остановило, и узнав, что данную печать можно ослабить водой, Наруто совершил побег и чуть не погиб. Но к его счастью, он был спасен некой девушкой, которую незадолго до этого Наруто считал парнем. Девушка рассказала ему о том, что происходит в замке, о божестве, которое находится в таинственном клубе, и о своем друге, который исчез. После чего, Наруто захотел помочь ей, и ему пришлось сражаться с неким монстром, используя технику призыва, расенган, режим отшельника и другие техники. И вот, спустя много лет, седьмой Хакаги отправил своего сына в кровавую тюрьму, чтобы больше узнать о сборище ниндзя, которые называют себя Муджина, что можно перевести как оборотень или обманщик людей. Именно данная серия соединяет анима Баруто с его мангой, поскольку после того, как Баруто выполнит миссию в кровавой тюрьме, начнутся события манги, где наш главный герой получит задание по охране сына Феодала Огня. Однако, лидер Муджина похитит Тентоу, используя свою уникальную технику клона-мертвеца, которая позволяет ему превращаться в того человека, чей мозг он съест. После чего, он свяжется с Феодалом Страны Огня и поставит ему два условия, наизначительном из которых будет освобождение всех заключенных в замке-тюрьме Козуки. Однако, Баруто сумеет отыскать сына Феодала и сразиться против похитителя, где он впервые использует карму. После чего, главарь Муджина со страхом на лице спросит у Баруто, связан ли он с организацией Кара. Все эти события постепенно приведут нас к Каваки, к Джигену и ко всему, что происходит в манге. Но так как авторы любят добавлять промежуточные серии между главами, скорее всего в аниме мы узнаем намного больше об организации Кара, чем нам рассказывали о ней в манге. Помимо этого, есть намеки на то, что проклятая печать Арачимару и Карма связаны между собой. В одном из роликов на канале было сказано, что проклятые печати были созданы на основе силы Оу Цуцуки, то есть Карме. Возможно так и есть, и Арачимару, хитрый змей, связан с организацией Кара и с силой клана Оу Цуцуки. Но это мы уже узнаем в самом аниме. Радует то, что адаптация манги будет, но нам нужно быть реалистами, так как адаптировать её будут не полностью. Прежде чем мы увидим Каваки, пройдёт ещё не один десяток серий, поэтому нам остаётся только ждать и надеяться, что не только восьмой фильм станет каноничным, но и много других филлерных серий, а также и фильмов Наруто. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!